Вот. Графы. Есть два метода, которыми можно пользоваться и которые позволяют нам, ну, в принципе, решить все, что угодно, связанное с графом. Тема, наверное, даже проще покажется, чем первая. Давайте. Значит, вот сколько всего дорог существует из-за АВК. А давайте я покажу оба способа. Вот. АВК. АВК у меня будет равен Е плюс Ж плюс З плюс И. Правильно? АВК у нас с вами чему будет? Мы с конца считаем. АВК будет чему равно? АВК плюс Ж. Да? Дальше. АВК у нас с вами это А плюс В. Да? То есть мы получаем ориентированный граф, где у нас имеется направление у каждого ребра. Вот. А каждая А это один. АВК у нас с вами это А плюс Г. Да? А так, Г это А. Поэтому это один. Это будет два. Поэтому В это три. Поэтому В это три. Все поняли? А теперь Ж. АВК у нас с вами то же самое, что и В. АВК у нас с вами то же самое, что и В. АВК мы знаем, что это три. Раз, два, три. Нет. АВ это два. Да. Поэтому Ж это два. А поэтому Е это пять. А Ж это два. А теперь З. А z у нас с вами это g плюс g, а g у нас 2, а g это 1, поэтому z это 3. Дальше i, а это то же самое, что d, а d у нас с вами это a плюс g, то есть 2, поэтому i это 2. Итого получаем 12, то есть сложить наши варианты. Всем понятно? Народ, скажите. Как считали, да? Так, Роман, не совсем понятно, что надо иметь в виду. Как a. А такой записи для k. Нет, а для k у нас с самого начала, вот же исходная запись, вот она у нас. А я с конца иду. Смотрю все входы в вершину k, видите? И дальше раскладываю каждый слагаемый, раскладываю до a. И учитывая, что a у меня равно 1, то я потом нахожу нужное число, получаю 12. И способ 2, он связан уже с теорией алгоритмов. И есть такая штука, называется алгоритм Dijkstra. Вот, это был такой голландский мужчина, который очень много сделал для информатики. Там мы с вами присваиваем вес на каждой дороге и считаем самый короткий путь. Этот принцип можем использовать здесь. Вес у нас будет везде 1. А в чем его суть? Смотрите. Давайте присвоим каждой дороге по единице. Давайте присвоим. Вот. Это 1, 1, 1, 1. Да? И давайте возьмем, и здесь будет 0 у нас с вами. Скажем так, стоимость вершины будет 0. И давайте теперь попробуем проходить по каждой дороге и менять стоимость каждой вершины. Смотрите, здесь у меня 1 входит, да? Поэтому будет стоимость 1. А поэтому тут будет стоимость 2, потому что она складывается из двух вершин, а в стоимости 1. Поняли? Тут будет 1, тут будет 1. Да? А теперь здесь будет 2. А здесь будет 3. Вот видите? То же самое, по сути, что здесь, только сначала, в конец. Да? А здесь получаем тоже 3. 3. Сейчас, стоп, а почему 3? Нет. А здесь будет 2. Правильно, да? Потому что только из двоих я пришел. А поэтому здесь получается 5. Да? Дальше здесь будет от 1 и 2. А получаем 3. Здесь получается 2. И получается, что здесь будет сумма 5, 2, 3, 2. И получаем снова 12. 5, 2, 3, 2. Получаем 12. Какое проще, вам не знаю. Вот. А мне кажется, что проще с конца на начало. А так меньше можно вариантов потереть. Это как мне кажется. Поняли ли вы второй метод? То же самое, что мы делаем, да? Всем дорогам от А до ближайших вершин. Мы отлицаем единицы. И начинаем волной проверять все соседние вершины. А все ли понятно здесь? Скажите, пожалуйста. Да, понятно. Хорошо. Так, теперь дальше поехали. Здесь. Так, из А в М. Ну, нормально. Так, М. Давайте. М равно С плюс Ф плюс H плюс L. Да? Значит, С то же самое, что Б. А Б то же самое, что А. А поэтому это 1. Поэтому С это 1. Значит, а теперь? А теперь я остался. Да, Ф. А, Ф у меня это то же самое, что Е. А Е то же самое, что Б плюс А плюс Ж. Я знаю, что АБ это 1, что А это 1. А Ж у меня это А плюс К. А, а где А это 1, а К это тоже 1. Поэтому Ж это 2. Поэтому Ф это 4. Значит, вот дальше АЖ. АЖ у меня это Ф плюс Ж. А я знаю, что Ж это 2. А Ф получается у нас с вами 4. Да, судя по этому. Поэтому АЖ у нас 6. Да? Вот. А Л у нас с вами это К. А К у нас с вами то же самое, что А. То есть это 1. Поэтому получается 1. Итого получаем тоже 12. Все или понятно? В общем, просто, правда. Кое-что будет еще, как здесь. Смотрите, друзья. Здесь я даже не буду выпендриваться и просто считать. Во-первых, нам очень сильно помогает вот этот вот узел, через который все проходит. А давайте с вами, когда мы видим вот такие вот узлы, это означает, что все гораздо проще считается, чем вот такая громоздкая конструкция. Дело в том, что любая дорога, которая будет здесь, будет сочетаться с любой дорогой, которая будет вот здесь. Вы поняли? Поэтому все варианты, которые будут вот здесь вот, мы просто умножим на все варианты, которые вот здесь. Поняли? Это обычная комбинаторика. Да? Поняли, друзья? И здесь нам даже не нужно считать. Сразу все видно. Раз, два, три и четыре. И раз, два, три и четыре. Четыре умножить на четыре будет шестнадцать. Все ли понятно? Да, понятно. Да? В самом деле, любой синий путь вместе с любым зеленым может отдать дорогу от А к К. А почему там пять вариантов? Ну-ка давайте посмотрим. Так, я надеюсь, не ошибся. А где именно пять вариантов? А я его учел. Вот раз, вот второй путь, вот третий путь, а вот четвертый путь. Тут четыре получается. Респект. П четыре тут все, да? Все правильно видите. Ага. Вот. Так, точно все поняли, да? А когда вот такой вот узел есть, в котором стекается все это праздник, это значит, что мы считаем гораздо проще. Да? То есть нам меньше мучиться. Хорошо. Вот опять здесь то же самое, да? Весь левый путь. То есть все левые варианты умножаем на все правые. Здесь тоже считать не нужно. А здесь будет четыре. Правильно? А здесь будет четыре. Даже мышц нечего. Здесь. А здесь зеркально вообще. Смотрите. А вот у нас с вами вот так вот, центральный путь, да? А сверху раз, два, три и четыре. И там четыре. И там вот девять. А четыре, один и четыре. Получается девять. А девять на четыре. Тридцать шесть. Да? Да. Вот так оно и будет. Все ли пока понятно? Пока понятно. Так, ну поехали. Здесь нам с вами немножко придется помучиться. Окей. Здесь будет два. Сразу понятно, что будет два пути. То есть мы ищем только до M. Поехали. M у нас с вами это G плюс H плюс K плюс L и плюс F. Дальше. G у нас с вами это B плюс C. B у нас с вами это A плюс C, да? Судя по всему. Значит, АС у нас с вами это один. Да? АС это A. Поэтому B это два. Поэтому это один, два и G это три. А в самом деле раз, два и три. Больше нету дорог. Следующее. Дальше. H. H у меня это C плюс F. C я знаю, что это один. Поэтому F у нас с вами это C плюс A плюс D. C один, A один, да? А D у нас с вами это тоже A. Поэтому это один. C это три, аж четыре. А следующая. К. К это F плюс D плюс E. А T F это три. Я уже знаю, вот видите, внизу, да? А D у нас с вами это один. А E у нас с вами это D плюс A. Получается это два. К это шесть. Дальше. L то же самое, что E. То есть два. Поэтому это два. Так, а F у нас с вами, мы уже знаем, что это три. Поэтому получается, что это будет 7, 13 и 5. Это будет 18 на 2, 36. Все ли понятно? Ку-ку. Скажите, пожалуйста, все ли ясно? Ладно. Ну, так, а завтра и скоро уже нормально пойдут. А сколько у меня в правой части дорог? Кто скажет? Ну, очевидно, три, правильно? Даже видно, что три. Да? Поэтому считаем только из-за ваш. Вернее, вэн. Н у нас с вами это. Н плюс К плюс L. Дальше. Значит, К давайте у нас будет П. Да? Или А. То есть К это один всего лишь. Дальше. Кстати, он будет Он будет вообще Сверху и заморфлен тому, что снизу. То есть, в принципе, мы можем с вами сосчитать просто число путей. Давайте-ка вот так и сделаем. Здесь Давайте так. А как будто нет вот этого вообще пути, как будто нет вот этой части. Потому что мы не переходим из верхней части в нижнюю. Я пока не знаю. Пока не знаю, Мария. А сверху 5, думаете, да, получается? То есть, так. Вот так. Вот так. 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 И вот так. Да. Получается, сверху 5 путей. Центральный 6. И еще 5 внизу. Итого 11. И получаем 33. Да, так быстрее, конечно. Так быстрее. Так. Кто не понимает, скажите. Осталось немного времени, но мы как раз все успеем. Хорошо. Так. Вот. Еще даже проще. И причем здесь, видите, здесь чуть-чуть немного усложненная штука. И еще здесь какая-то бляма, да, у нас здесь нарисована. То есть, 2. Здесь будет 3, да. А здесь, получается, они заморфны сверху и снизу. Ну, проверим давайте. Здесь получается тоже. Раз. Два. А три. Четыре. Пять. Все. Поэтому получается здесь 5. А центральный будет 6. И еще 5. 11. 11 на 3 на 2. Получаем 66. Несложно, да? Несложно. Правильно? Правильно. Так. Нормальная задачка. Сколько вот в этой части будет? Дорог, кто скажет. Сколько будет здесь дорог? Кто-то заметил, скажите. Три. Три. Три, в самом деле. Так и видно. Поэтому считаем от А до Н. Кажется красивым, да? Но это надо как-то сделать. Нормально. Так. Н равно К плюс М плюс Л. К у нас с вами это В плюс Е. Да? Б у нас с вами равно А, это 1. Да? Интересно. Считается ли вот такой путь у нас в качестве дороги? Наверное, да. Да? Нам придется через Е. Вот здесь уже получается. Так, ладно. Хорошо. А Е? А Е интересная штука. Это В, это В, это А, это Д, это Г. В, это 1, В, это тоже 1, правильно? А нет, В, это 2, да? В у нас с вами это А плюс В, поэтому В это 2, А1. В, это 2, поэтому Е это 7, поэтому Е это 7, да? Поэтому К это 8. М, это у нас с вами К плюс Л. Л, да? Л у нас с вами это К плюс Е, а Е это 7, а К это 8. Да? Вот К 8. Поэтому это 15. 15 и еще 8К, поэтому М это 27. 23. В общем, это верно? 23. И это 15. Что-то многовато получается, нет? Ну ладно. 38, 46, 46 на 3. 138. Возможно. В общем, может быть. Не напортачили ли мы. Кто? У кого перед глазами? Решу играть. Может быть, вы увидите? Ну хорошо, вроде бы я и на портачу не идем. Так, ладно. Дальше. Так, значит, смотрите. Теперь у нас с вами с вершиной, которую мы должны пропустить. Ну, в общем, здесь на самом деле несложно. А когда я веб пропускаю, то получается, что мне проще закрасить ее, да? То есть ее нет вообще. Это вообще много. И, соответственно, из нее тоже, получается, никого нет. Да? То есть получается, что мне надо вот эту штуку просто посчитать. Здесь получается 3, да? А здесь можно больше посчитать, наверное. Раз, два, три, четыре и пять. Получается все. Опять на 3, 15 будет, да? Все ли понятно? Думаю, да, плюс, пожалуйста, поставьтесь со мной все еще. Скоро закончим уже. Скоро закончим. Спасибо. Так. Ага. Видите, как просто. Через Е мы не проходим. Это значит, что мы можем закрасить его. А в Е нет. И, соответственно, из него дорог тоже нет, да? Из него дорог тоже нет. Так. Ну что ж. Здесь у нас с вами 3 блока. Здесь будет 3. Здесь тоже 3. И здесь 3. Итого 27. Так. Хорошо. Дальше. Теперь, которые проходят через В. А если мы проходим через В, то мы закрашиваем те блоки, те ребра, которые не проходят через В, которые не требуют прохождения, да? А мы точно по данной дороге не пройдем, да? Дальше. Мы точно не пройдем вот по этой дороге. Согласны? Да? А мы точно не пройдем вот по этой вот дороге. И точно не пройдем вот по этой дороге. Все верно. Народ. И значит, З тоже можно полностью убрать, да? З? Судя по всему, да. Да, получается, да. Да. А в З мы никак не попадем через В. Хорошо. В таком случае получается еще проще, да? Здесь будет А3. А здесь раз, два, три. А тоже А3. А сколько в левой части будет? Раз, два, три, четыре. Итого получается А36 дорог. Да? Кажется, все очень просто. Напоминаю, когда у нас есть вот такие вот блоки с такими замечательными вершинами, куда все стекается, мы просто блоки перемножаем. Любой путь слева может быть совмещен с любым путем в центре и закончен любым путем справа. Хорошо. Так. Сколько всего путей из-за ВС, который проходит через L? Ну, давайте. А то, что проходит через L, значит, мы вот эту штуку не пройдем, да? Значит, что мы, так, вот здесь мы не будем, да? Правильно? Вот здесь мы не пойдем. Вот здесь нас тоже не будет. А вот дальше уже будет, да? И дальше уже будет. Ну, что ж. Поехали. НС равно P плюс M плюс R. НС равно P плюс M плюс R. P у нас это K плюс M. K это L, то есть 1. M у нас с вами это K плюс L, то есть 2. Поэтому это 2, 1. Поэтому P это 3. M у нас с вами, мы уже знаем, что это 2, а потому 2. А R у нас с вами это M плюс N. Это M, я знаю, что это 2. А N это M. То есть, тоже 2. Поэтому R – 4. Значит, здесь 9. А теперь давайте сделаем вот так. L равно D плюс E плюс G. D у нас с вами это B плюс V плюс E. A, а B это 1, потому что только из A. V у нас с вами это A плюс G. A это 1, а G это тоже 1. Поэтому V это 2. Здесь 2. E у нас с вами это V плюс G. G это 1, а V это 2. Поэтому E это 3. Поэтому D это 6. А E это 3. Вижу. G у нас с вами это E плюс I. А E у нас с вами это 3. А I у нас с вами это E плюс G. G это 1, E это 3. Поэтому I это 4. Поэтому G это 7. Итого получается 16. 16, а 16 на 9 это 144. Столько дорог у нас и будет. Все ли ясно? Важно не ошибиться, конечно же. Важно не ошибиться. Так, осталось немного. Осталось раз, два, три. Нормально. Так, сколько существует дорог из A в M? Через G проходим, но через K не проходим. Собственно, вот так вот мы это все убираем. И получаем всего один путь из E в M. То есть там можно просто на 1 умножать. А теперь через G проходим. Да, то есть здесь получается у нас дорога. Нет ее. И здесь дороги нет. Собственно, осталось только G найти. И все. Вот найдем. А G у нас с вами это E плюс V плюс Z. E это B плюс V. B у нас с вами это A, то есть 1. B у нас с вами это B плюс A плюс G. B, значит, G у нас с вами это A плюс D. D у нас с вами это 1, поэтому 1. G это 2, поэтому 1. А 2 и 1, поэтому V это 4. V это 4. V это 4. B это 1, поэтому E это 5. Собственно. Согласны. Так. Z. Z это V плюс G плюс D. V я знаю, это 4. А G я знаю, это 2. Вот она. А D это 1, поэтому Z это 7. Значит, получается 16. 16. Получаем сумму 16. Так, дальше. Солошу две штуки. Нормально успели. Так, сколько существует различных путей из A, S, которые проходят через V, но не проходят через G. Проход через V означает, что мы с вами вот эту вот дорогу мы не берем. Да? Дальше. Походим через V. Так. Все, да? Вот это получается мы дорогу не берем. Да, наверное. И вот это вот мы дорогу не берем. Ого, все. Дальше. И не проходим через G. Получаем вот эту вот дорогу. Убираем. Эту убираем, да? Вот эту. И вот эту. Нормально. Так, может, как-то побыстрее можем сделать это. Здесь получается 2. Да? Давайте. Так, S, P, плюс K, плюс M, плюс R. P, это K, да? P, это K, а K у меня это D, плюс L. Нужно это V, да? Вот это. А D у меня это B, а B у меня это V. Поэтому это будет 1. Так, дальше. L у меня это B плюс... Так, что он такое? Пусть будет Y. Так. Y, да? B у меня это 1. А Y, это у меня B плюс V. B, а V это 1, а B это 1, поэтому I это 2, поэтому L это 3. Раз, два, три. Правильно. То есть это будет 3, а K это 4 получается. А B это K. Поэтому это тоже 4. Согласны? Согласны. Дальше. От M это получается K плюс I. A, K это 4, а I у нас с вами это P, а Y это 2. Значит, 2, поэтому M это 6. R то же самое, что N. А N это M плюс I. A, а M у меня это 6, а I это 2. Поэтому R это 8. Поэтому 8. А 4, 4, 6, 8, 22. На 2, 44 получается. 44. Надеюсь, не наврал. Ну, сделаем еще одну и закончим. Хорошо? Длину самого длинного пути. Здесь нам предлагается, судя по всему, взять и присвоить стоимость каждой дороги по одному и просто посчитать участков, самую длинную ветку, а из АФП. Ну, давайте. А кто попробует? Ну, друзья. Я пока вижу 8. Давай. Давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять листа. А кто больше? Хорошо. Наверное, никто. Так, ну, в общем, а просто ли для вас, скажите? Верности. Думаю, да. Будет очень обидно, если на первом и на тринадцатом мы потеряем баллы, потому что вещи, правда, простые. Сегодня мы в этом делились. Только на одном мы с вами задумались, но оказалось, что надо просто было внимательно к этому отнестись. Вот. Жду вас в следующий раз. Спасибо, что были. В общем, сегодня поработали хорошо. Всем спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok